Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садова. Ой, я стою около маленького своего любимого огородика между теплицей и бани. Я очень люблю этот кусочек земли и всегда стараюсь здесь посадить то, чтобы радовало глаза. Но иногда это не удается, либо руки не доходят, либо глаза косые уже от усталости. Но в этом году я решила посадить здесь две гряды лука. Две гряды по три гребня. У меня подзимняя посадка всегда такая. Но дело в том, что лук вот на этой гряде посажен шекспир, на этой гряде посажено два сорта лука. Здесь килограмм лука, здесь тоже килограмм. Если шекспир был еще такого размера, знаете, приличного, то радар и бамбергер, они вот-вот как ноготочек вот такой, вот маленький, он так и написано мелкий. Я сначала садила вот так, потом мне что-то это все надоело. Я взяла и посеяла, как морковь. Ну а что делать? Сделала над ними гребни, все как положено, посадила я его. Это было вчера. Это было 8 сентября. Знак козерог. Очень хороший знак для подобных вещей. Он хоть и не влажный, зато плодовитый и такой стабильный. У него верх развивается хорошо и корневая система также. То есть все, что под землей развивается также хорошо. Чему я несказанно рада. На первой грядке на моем любимом огородике, на самой крайней, да, к вам за доской, там несколько, наверное, штук 8 пионов кэрол. Они невысокие, они алого цвета, очень красиво. А около доски я вчера посадила крокусы. Такие красавчики. Весной вы все увидите. А вот то, что у меня стоит тут около колена, вот это вот, да, это малина. Это то, что я давно искала. Есть два вида малины, которые как бы я хотела, чтобы были. Это патриция, и я ее купила. А вторая феномен. Пока не могу найти. Но мне очень нравится то, что написано в описании сорта. И я обязательно своего добьюсь. Ну вот мы с луком закончили, да. Гребни подняты, они невысокие. Боитесь, что перегреется, значит, вон малиновыми старыми ветками, ботвой, капустными листьями, если вы капусту уже срубили какие-то вилки. Значит, ботвой от морковки, свеклы. Закройте от перегрева. Если хотите на зиму, чтобы это все как бы да, но не можете себе позволить там ветер у вас там такой, все страшно, нехорошо. Просто затяните белым укрывным. Можно шестидесяткой. И все будет в порядке. Даже если у вас проклюнется лук или чеснок, запомните, что это озимые культуры. И ничего с ними не произойдет. Я вам очень рекомендую лук Шекспир. Он даже при минус 15 без снежного покрова не погибнет. Лишь бы он укоренился. Вот это самое важное. И до 15 сентября руки и кое-что в горсть и скачками все высадить. 13-14 сентября это рыбы. В рыбы очень хороший урожай. Все замечательно, только на хранение не годится. То, что вы хотите посадить для того, чтобы поесть вкусно, чтобы это было сочно, красиво и ароматно, и душисто, то, пожалуйста, и луки, и чесноки. Но не для хранения. На этом закончу. Все доброго и до свидания.